Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о России на нашем концертном церкви. Конечно, в центре Стентуно, как вы чувствуете, что вы думаете о России и Бензасоле? Это честь для меня, чтобы быть здесь. Я очень счастлива, и это первый раз, когда я играю в концерты в России. Это честь для него. Я очень люблю русских людей. Это не первый раз, когда я в России. Но это было много лет назад. Это было в период Советской войны, когда я посетил в России twice. Поэтому я знал что-то. Но я всегда воспринимал русских людей. И для меня это очень интересно играть на органы, где органы являются очень уникальные инструменты. Это не как в Вестерн-Европе. Это немного. Для него честь быть здесь в России. Он был когда-то в России ещё в советские времена, но без концертов. А сейчас играть на органах в Саратове и в Пензе, вот как сегодня, это для него очень интересно, потому что орган нетипичный для нашей культуры инструмент. И тем прекрасней, что такие инструменты, как в Пензе, здесь есть. Какое-то пространство. Какое-то пространство. 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 Мы играли вместе с Еленой и Вова. Восстага. Фундамерка. Городка. Фундамерка. Фунамерка. Фунамерпиадок. Фунамерка. Фунамерка. Я имею в виду русскую музыку, старые 17-е годы танцы и какие-то 20-е годы композиции. И, наконец, композиция моего экс-дучского мастера, Жак Ван Ортмейрса. Дальше будет звучать барочная музыка, потому что мы будем играть вместе. А мы – это солисты ансамбля старинной музыки трио-соната Саратов. И обязательно прозвучит музыка венгерских композиторов. И это премьера для России, потому что музыка этих авторов ещё не звучала не только в Пензе, но и в Москве. А в Москве концерт для Дюлы Силеди состоится в воскресенье. Там тоже ждут венгерскую музыку. А как у вас такое трио получилось, сложилось? Интересно, как вы нашли? Да, из Саратов, не из Пермени, не из Петербурга, а вот из Саратов. Это очень-очень специально. Трио играет вместе. И это тоже какой-то сюрприз. И мы спросим, как вы чувствуете, как мы нашли друг друга. Это прекрасно играть вместе с ними. Мы хорошие музыканты, он имеет в виду. Но здесь ещё есть... Надо добавить, что мы очень много путешествуем по Европе с Еленой. И часто встречаем замечательных музыкантов, с которыми интересно не только беседовать, но и играть. И мы их приглашаем периодически в наш город. Не только в наш город, но и в столицу, и вот... И мы любим очень привозить наших друзей-музыкантов в Пензу. И это было уже не один раз. И для нас тоже честь играть для закрытия вот этого замечательного органного фестиваля, который проводит Пензенская филармония. Ну, привезите нам ещё что-то. Обязательно на следующий год. Вас ждут удивительные концерты, программы, сюрпризы. Думаю, что всё состоится. Ну, мы верим, и что сегодня будет любопытный концерт. Действительно, я дополню, что как раз Дьюла изумительно составила программу. Ещё раз я скажу, что это удивительная часть концерта, совершенно новая. Но и концовка тоже. Это произведение, которое написал его профессор, которому учился 11 лет. Он был в Амстердаме и учился музыке, барочной музыке, европейской музыке. Жака Ивана Артмассена, знаменитого профессора, с которым мы тоже, по счастью, были знакомы. Да, это органист. Великий органист. Это органист из Амстердама, у которого Дьюла учился. Да. Благодарим. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.